Дисплеер это российская придумка, которую собрали разработчики из Астрахани. Собрали буквально из воздуха и воды, потому что это безэкранный дисплей. Изображение возникает в пространстве, через него можно проходить, а можно им управлять тоже прямо в воздухе. Ирина Люлина рассмотрела окончательную версию этой красивой штуки перед тем, как она уедет в Барселону на суд международной общественности. Он появился из ниоткуда, из воздуха и облака холодного пара, словно артефакт украденный из фантастических фильмов про далекое будущее. Не иллюзия и не дизайнерский концепт, а уже почти серийный образец. Этот необычный дисплей выводит изображение прямо в воздух. Роль экрана выполняет плотный поток с частичками тумана. Мы помещаем очки в поток и ничего не происходит. Никакого конденсата на степле не остается, потому что наши частицы имеют особые свойства. Особые свойства – это наноразмер от 2 до 4 микрон. Вода в таком состоянии превращается в микроскопические линзы, сухие и твердые. Поток воздуха их просто огибает. Измельчают воду ультразвуком, поэтому нанопар остается сухим и холодным. Здесь по бокам дуют защитные потоки. Они обволакивают сам экран, таким образом защищая его от разрушения. Толщина туманного потока 4 мм. Изображение получается объемное и проницаемое. Сквозь экран можно пройти, а картинку потрогать. Для этого в дисплей встроили оптическую систему мультитач. Внутри устройства инфракрасные датчики и система компьютерного зрения. Именно они позволяют управлять изображением на воздушном мониторе. Причем такой мультитач может обрабатывать до полутора тысяч прикосновений одновременно. И в отличие от твердых экранов, количество жесток и кома ничем не ограничено. До рука касается воздушного потока. Датчики передают компьютеру ее движение в 3D-системе координат. Время отклика дисплея всего 0,2 секунды. Если вы видите колебание, или вот сейчас я внедрю руку, происходит такой эффект нажатия. Как будто я жму на какую-то кнопочку реально существующую. Придумал чудо техники студент из Астрахани. Экзотической идеей удалось привлечь крупные инвестиции. И путь от прототипа до коммерческого образца занял всего два года. Запустить серийное производство планируют в Зеленограде. Стоить безэкранный дисплей будет около 400 тысяч рублей. Ирина Люлина, Сергей Плужников, Вести. Продолжение следует...